Всем привет и добро пожаловать на первое занятие по курсу монтаж в DaVinci Resolve закладка CAD. Для начала вводная часть. Поговорим о том, чем отличаются версии DaVinci Resolve Studio от версии Lite. Поговорим про то, как версия программы нужна и где ее скачать. Начнем с отличия версии. Чем отличаются версии DaVinci Resolve Studio и Lite. Сразу заметка на полях. Слово Lite в названии вы не увидите, но в дальнейшем я буду использовать это название DaVinci Resolve Lite для того, чтобы как-то разграничивать DaVinci Resolve полная версия, это студия версия или Lite. Хотя официально они называются просто DaVinci Resolve и DaVinci Resolve Studio. Так вот, обычно для начинающего пользователя, а данный курс предназначен для совсем-совсем-совсем начинающих людей, которые только-только делают первые шаги. Так вот, обычно отличия незначительные и упираются в технические детали. Например, DaVinci Resolve Lite не умеет работать с разрешением больше, чем 4К, но обычно стандартному домашнему пользователю это и не нужно. Во-первых. Во-вторых, DaVinci Resolve Lite не умеет работать с 10-битным материалом. Для этого вам нужна студия, но опять-таки, скорее всего, если у вас есть 10-битный материал, или вы даже понимаете, что такое 10-битный материал, то значит вам, как ни крутись, придется использовать DaVinci Resolve Studio. Также поддерживается большее количество кодеков в версии Resolve Studio, в отличие от Resolve Lite. Но опять-таки, если вы знаете, что такое кодек, значит вам сам бог велел приобрести DaVinci Resolve Studio. Если все из того, что я сейчас сказал, вам было непонятно, значит версия Lite для вас, и она вас на первых порах будет полностью устраивать. Далее. Версия программы. Я записываю этот курс на версии 18.6. Но, возможно, вы нас смотрите в будущем, и уже появилась 18.7, 18.8, 19-я версия, 20-я версия. Так вот, мы не будем, обычно мы так не делаем, обновлять курс под каждую вновь вышедшую версию. Обычно мы выдерживаем паузу в несколькой версии, поэтому вполне возможно, что вы нас смотрите на 20-й версии. Но, учитывая, что DaVinci развивается неспешно, достаточно маленькими шажочками, то, и это хорошо, то, скорее всего, даже тех знаний, которые вы подчеркнете из версии 18.6, находясь на 20-й версии или на 21-й, то, скорее всего, этих знаний будет достаточно. Если что-то будет требовать дополнительных объяснений, я обычно смогу всегда разъяснить это на онлайн-занятии, когда мы с вами встречаемся, и тогда я обычно говорю, а вот знаете, за это время прошли какие-то изменения и добавились вот такие-то и какие-то функции. Я их обычно рассказывал про них. Вот. Можно проходить курс на более старой версии. Это не проблема. На 18.0, на 17-й версии. Просто учитывайте, что домашние задания в тестах и в функциях по практике будут по новой версии. Поэтому, если у вас нет как минимум 18.6, то вам нужно будет просто внимательнее смотреть то, что я показываю на уроке, и тогда вы сможете успешно ответить и на вопросах в тесте, и справиться с теми функциями, которые я показываю. Дальше. Очень важный момент касаемо того, где взять программу. Обычно народ заходит на сайт компании Blackmagic на главную страницу. Кстати, об этом я говорил на обзорном занятии, поэтому, если вдруг нужна еще какая-то более подробная информация, посмотрите обзорку. Но, возвращаясь к вот этому сайту Blackmagic Design, хочется прокрутить, здесь найти ссылку на DaVinci. Но, на самом деле, я рекомендую другой вариант. Зайти на сайт и сразу же нажать кнопку Support наверху. И вот здесь, в левой колонке, всегда можно найти самый-самый-самый-самый последний апдейт, если он вам нужен. Либо найти ту версию, может быть, по какой-нибудь причине, вам нужно откатиться на более раннюю версию, например, на 18.5, например. Вот здесь все версии вплоть до, кажется, 14. Если вернуться в прошлое, интересно, какая здесь последняя версия? Или не последняя, а самая ранняя, которую они еще поддерживают. О, аж десятая версия. О, как далеко. Поэтому, в принципе, это такой большой архив версий. Неизвестно, когда эту лавочку прикроют, но, тем не менее, вот это то, как скачать самую последнюю версию. Обращаю ваше внимание, что если у вас нет ключа, либо USB-ключа, либо лицензии, то скачивать вам нужно именно DaVinci Resolve, то есть просто без студии. Потому что студия потребует указать либо вашу лицензию, либо подключить USB-ключик, чтобы она запустилась. Поэтому обязательно обращайте внимание на то, какую версию вы скачаете. Далее. Это касалось того, где взять программу. Название клавиш. Поскольку программа DaVinci, она кроссплатформенная, то есть она работает на Windows и на Mac, то приходится учитывать некоторые отличия, некоторые особенности Windows от Mac. В частности, на Mac, к сожалению, или к счастью, я не знаю, так исторически сложилось. Название клавиш несколько странное и непривычное, особенно если вы ортодоксальный Windows-пользователь, и вдруг волей судеб вас занесло на Mac. Так вот, на Mac клавиша, та клавиша, которая удаляет текст слева от курсора, и привычно мы ее называем Backspace, так вот на Mac она называется Delete. У меня даже есть доказательства этого. Куда только маковская, на которой написано Delete. Не удалось на фокусе сделать, но в любом случае, что-то там было видно. Так вот, на Windows-машинах эта же самая клавиша, которая удаляет символы слева от курсора, называется Backspace. Так вот, чтобы не было путаницы, я в дальнейшем, несмотря на то, что я на Mac, буду называть эту клавишу клавишей Backspace. А ту клавишу, которая удаляет символы справа от курсора, допустим, когда вы набираете текст, на Mac она называется очень странно, Forward Delete, хотя нигде слова Forward на клавиши нет. Вот здесь вот она, вот эта клавиша, иди сюда, вот она. Так вот, в случае, если у вас ноутбук или урезанная клавиатура от iMac, у вас этой клавиши вообще не будет. Как же быть тогда? В этом случае вам придется нажимать горячую клавишу в Function, которая, скорее всего, на вашей клавиатуре расположена в правом нижнем углу, вот тут. На вашей клавиатуре, урезанной. Если у вас нормальная полноформатная клавиатура, то все у вас будет хорошо. Ничего, никаких клавиш у вас не будет отсутствовать. Это только касается пользователей, счастливых обладателей Macbook Air, Macbook Pro, iMac, вот это вот братья. Так вот, в дальнейшем, еще раз повторюсь, чтобы к этому не возвращаться, это текст. Если клавиша удаляет текст слева от курсора, который находится в верхнем ряду, это Backspace. Удаляет справа от курсора, если она у вас есть, то это Delete, обычный. Иногда я их буду называть длинный Delete, короткий Delete. Но буду стараться придерживаться выбранной мной уже терминологии. Дальше. Есть еще одна особенность. Если вы, опять-таки, на Mac, то в отличие от Windows машин, на которых у вас три клавиши модификатора, это Ctrl, Shift, Alt. Почему, кстати, они называются клавиши модификатора? Потому что они модифицируют действие нажатия обычных клавиш. Например, нажимая клавишу A, вы нажимаете маленькую букву A. С Shiftом, вот большая букву A, да, срабатывает клавиша модификатор Shift. Так вот, на Mac этих самых клавиш модификатор больше на одну. На Mac есть клавиша Command и клавиша Control. Так вот, все дальнейшие комбинации клавиш, которые я буду озвучивать, их будет немного. Я буду говорить, например, нажмите Command A. Так вот, Windows пользователи, меняйте просто Command на Control, и все. То есть, вместо Command A вам нужно будет нажимать Control A. И практически все горячие клавиши вот так вот переводятся с Macintosh на Windows язык. Все просто и понятно. Еще раз, Command меняйте на Control. Итак, это было краткое вводное. Давайте начнем. Не пора ли начать, так сказать. Итак, при каждом первом запуске... При каждом вообще запуске, не первом. При каждом запуске DaVinci вы будете упираться в такое окошко. Оно может выглядеть вот так, оно может выглядеть вот так. Скорее всего, если вы ничего не нажимали, оно будет выглядеть вот таким сокращенным, компактным способом, вариантом. И это так называемое окно проектов или Project Manager. Вы всегда будете в него упираться. Это нормальное явление. Без него, мимо него никуда не деться. То есть, без него не обойтись. Project Manager – это ваш способ взаимодействия с вашей работой в DaVinci. Здесь хранятся так называемые проекты DaVinci. Здесь даже написано, видите, Neuro Projects. Что такое проект DaVinci? Это некий файл. Он где-то там в недрах компьютера хранится. Где хранится, нас это не интересует. Тем не менее, заметка на полях. Нас интересует, как его оттуда достать. Потому что вашей домашней работой будет, собственно, сделать какой-то монтаж и прислать мне файл проекта. Поэтому я еще на этом остановлюсь. Как его выцепить из недра DaVinci, сохранить в виде файла и приложить этот файл в форму домашнего задания. Так вот. Но обычно, в обычном режиме, когда вы не отправляете домашнюю работу мне, а просто хотите что-то смонтировать. Не знаю, детский утренник, свадьбу, похороны, все что угодно. Так вот. Обычно вам не нужно эти проекты выковыривать из окна Project Manager. Он вполне себе прекрасно управляет этими проектами сам. Также, еще один момент. У вас всегда будет, как минимум, один проект, который будет называться Untighted Project. Если у вас интерфейс на русском, то, скорее всего, он называется как-то безымянный проект или неназванный проект. Да, кстати, тоже еще одна заметка на полях. Я настоятельно рекомендую поменять интерфейс программы на английский. Почему? Просто потому, что все равно все команды меня на русском, они не сильно понятнее, чем если бы они были на английском. Но получить поддержку в интернете, поиск в гугле, вам даст гораздо больше ответов, если вы будете искать команды меня на английском, чем на русском. Поэтому лучше просто сразу привыкать относиться ко всем этим командам, как к терминам. Просто такие термины, набранные в латинице. Вот и все. Это будет гораздо проще, чем заучить все на русском языке, а потом переучиваться, если вдруг вам понадобится, вы захотите работать более профессионально, или, если вы хотите спросить кого-то, а подскажи, как сделать. Дальше вам нужно будет указать название терминов. Если они будут на русском, то вас просто никто не поймет. Поэтому рекомендую переключить интерфейс на английский. Так вот, да, заранее, раз уж я упомянул, что нужно переключить, или я рекомендую переключить интерфейс на английский, как это сделать? В меню «Давить через слов», в настройках «Preferences», в пункте «User», в закладке «User» есть пункт «UI Settings» слева. И здесь вам нужно выбрать любой язык, как вы хотите, русский, английский. Но я рекомендую английский. Так вот, раз уж я забрался в эту настройку, тоже хочу обратить ваше внимание на два момента, которые вам нужно проверить, включены ли у вас некоторые галки. Обычно, если вы только-только установили DaVinci и ничего нигде не нажимали, скорее всего, эти галки у вас и так включены. Но мало ли, да, экспериментировали, сами лазили по интерфейсу, куда-то что-то нажали, поэтому тут же на соседней закладке «Project Save and Load» убедитесь, что у вас включена галка «Live Save». В самых старых версиях, начиная с 16-й и более ранних, она выключена. Кстати, по-моему, даже в 15-й или в 14-й ее вообще нет. По-моему, она в 15-й только появилась, или в 16-й. Но неважно. Так вот, убедитесь, что эта галка включена. Остальные галки не так важны для наших учебных работ. Но галка «Live Save» жутко важна. Почему она важна? Если вдруг у вас, допустим, вы работаете на стационарном компьютере, или вдруг, случайно, не знаю, задели ногой шнур питания, да, и все погасло. «Live Save» позволит вам сохранить все ваши действия. То есть, она реально сохраняет это в реальном времени. Поэтому она «Live Save». Если вы на ноутбуке, и вдруг у вас, не знаю, что-то произошло, и ноутбук задымился, то все равно все ваши изменения будут сохранены. Поэтому вещь очень полезная. Поэтому убедитесь, что эта галка включена. Еще раз, она включена по умолчанию. Ну, мало ли, вдруг что-то пошло не так. Это первый момент. Второй момент. Да, убедитесь, что здесь у вас в Media Storage Locations есть хотя бы одна строчка. Опять же, скорее всего, вы уже что-то пытались импортировать в DaVinci. Даже если не пытались, то DaVinci при первом запуске должна была спросить, а где вы хотите, чтобы я располагала временные файлы? Был такой вопрос. Либо она просто, не спрашивая, просто сама задала путь к вашей папке Movies или фильмы, если у вас русскоязычная система. Так вот, это ваша рабочая папка, где DaVinci будет складывать свои полезные, нужные для нее файлы. Так вот, убедитесь, что у вас хотя бы одна строчка в этой менюшке, в этом списке есть. У меня здесь две строчки, у меня еще рабочий стол добавлен. Это не важно, сколько их. Главное, чтобы их было больше, чем ноль. Вот, собственно, и настройки. Итог, даже это не настройки. Мы проверили, что у вас все настроено правильно. Нажимаю кнопочку Save. И возвращаюсь к проекту. Как я уже успел сказать, что Untitled Project, он у вас уже будет. Причем при... даже если я сейчас открою этот проект, сохраню его под новым именем, DaVinci все равно сделает новый Untitled Project. Это не хорошо, не плохо, но на DaVinci просто так устроено. Поэтому давайте двойным шутком откроем. Да, DaVinci, начиная, по-моему, с 18-й версии, автоматически открывает закладку Cut. И у вас, скорее всего, интерфейс будет выглядеть вот таким образом. То есть большие закладки снизу, надпись DaVinci Resolve Studio в navigation panel, навигационную панель снизу. Поскольку мы не будем покидать закладку Cut, и поскольку у меня достаточно маленький размер монитора, на котором я хожусь, то я выключу эту нижнюю панель, просто чтобы места для работы было побольше. Если вы счастливый обладатель iMac с разрешением монитора в 5К, или какой-нибудь у вас там 4К монитор подключен, ради бога, ничего отключать не нужно. Если вы на ноутбуке, на MacBook Air, на чем-нибудь таком с небольшим размером монитора, или у меня здесь монитор FullBudGD, мне жалко тратить место на экране на ненужные кнопки. Поэтому я их совсем сейчас выключу. Но если вы такой витязь на перепутье, и вроде и выключать не хочется, и места хочется сэкономить, то можно кликнуть правой клавишей в пустое место и выполнить команду Show Icons Only. Show Icons and Labels это по умолчанию у вас включено. Выбирайте Show Icons Only. И просто отвоевали себе еще кусочек места на экране. Я же выключу совсем эту закладку, эту панель навигационной, просто потому что, как я уже сказал, я не буду уходить из этой закладки никуда, ни на какие другие закладки. Поэтому я все время буду находиться на ней. Для этого в меню Workspace я выключу команду Show Panel Navigation. Тем самым освобождаю себе еще кусочек места на экране. Итак, далее. Вот у меня, я нахожусь внутри проекта DaVinci, написано Antelit Project. Я открыл тут Antelit Project. Сразу же очень хорошо выработать у себя привычку. Пока еще ничего, никаких монтажных операций не сделано. Сразу же сохранять проект правильно, под каким-либо названием. Потому что очень часто народ открывает DaVinci, начинает что-то монтировать, ни разу ничего не сохранял. Потом что-то произошло, компьютер мигнул, все повисло, DaVinci вывалилось и ничего не сохранилось. Но как же так, Дима? Там же была включена функция LifeSafe. Да, функция LifeSafe сохраняет все это. Но иногда, если у вас проект еще ни разу не был сохранен вручную, она вас может подвести. Поэтому для того, чтобы функция LifeSafe работала железобетонно, вам нужно обязательно сохранить проект хотя бы один раз. Первый раз. Команды SaveProject. Да вы ничего спрашиваете, как назвать этот проект. Потому что Antelit Project это не очень хорошее название. Но поскольку у нас сегодня первый урок, я назову это Cut. Закладка Cut. Lesson1. Название уроков можете назвать как угодно. То есть, несмотря на то, что интерфейс у меня на английском, можно было бы написать по-русски. Просто мне лениво переключать язык. Тем более на этой машине он даже, кажется, и второй язык не включен. Да, у меня даже нет флажочка другого языка. Но если у вас есть возможность вводить текст на другом языке, на русском, на английском, на арабском, на китайском, ради бога, пишите на каком угодно языке, да винчи пофигу. Но я буду в дальнейшем называть проекты по-английски. Все. Вот как только я сохранил новый проект, у меня Cut.Lesson1, обратите внимание, что если я зайду сейчас обратно, либо выйду из DaVinci, сейчас делать не нужно, но я мог бы выйти из DaVinci, а потом при новом запуске я все равно уперся бы в окно Project Manager. Сейчас я это окно вызову просто вручную, через меню File, Project Manager. И пока что, пока этот проект открыт, у него галочка. Да, кстати, если я переключу этот окно в режим иконок, то оно будет выглядеть вот так, но галочка все равно останется, показывая, что это активный проект. Что значит активный проект? Тот, который в данный момент открыт и находится в памяти. Я в дальнейшем буду работать по-прежнему в режиме списка. Если вам удобнее наблюдать за проектами в режиме иконок, ради бога, дело ваше. Это ни на что не влияет. Так вот, я нахожусь в режиме списка, и, допустим, предположим, я еще ничего не сделал, но что если я закончил работать над проектом, я уже что-то смонтировал и собираюсь пойти спать. Как закрыть проект? Ну, конечно, можно выйти из DaVinci, там, File, Quaid DaVinci. Но иногда вам нужно, бывает, бывает необходимо перепрыгивать между разными проектами. Так вот, вы всегда можете закрыть проект, просто пикнув на него правой клавишей, выполнив команду Close. Зачем я это сделал? Чтобы показать, что произошла интересная вещь. Вы закрыли один проект, вот он так, Cutlasson 1, но тут же появился новый пустой проект. Как я уже говорил, это не хорошо и не плохо. DaVinci просто так устроена. Она всегда будет создавать, если никакой другой проект не открыт, она будет создавать новый пустой проект. И галочка показывает, что этот проект сейчас загружен в память, и даже сверху написано, что это Antelit Project. Вот. Поэтому не пугайтесь, не пытайтесь его удалить. Где даже нет такой команды для этого проекта. Видите, на обычном проекте команда Delete есть, на Antelit Project такой команды нет. Потому что этого проекта как бы не существует. Такой слон в посудной... Слон в центре комнаты, которого мы не замечаем. Поэтому просто игнорируйте его. Возможно, в какой-нибудь девятнадцатой, двадцатой версии это выпилят, и не будет лишних призрачных проектов под названием Antelit Project. Но пока он есть. Поэтому это странное поведение, но это нормально для DaVinci. Окей. Открою снова проект. Вот я нахожусь в проекте Cutlasson1. Пару слов про интерфейс. Интерфейс у DaVinci очень простой. Принитивнейший простой. Ну, знаете, как в хорошем смысле, как для дебилов сделан. Просто вот для тех, кто вот, как говорится, сиди, я сам открою вот этот тук-тук-тук. В чем примитивность и удобство интерфейса? Тут сложно запутаться и сложно накосячить. Интерфейс состоит из нескольких зон. Первая зона — это окно исходников. Здесь будут лежать исходные ваши клипы и ваши монтажи. То есть то, что мы смонтируем, и то, из чего мы монтируем. Все лежит здесь, в левом окне. В правом окне — это окно вьюера или просмотровое окно. Тут же есть индикаторы звуков справа. Они пока не активны, но как только у нас будет какой-то звук на таймлинии, здесь будут дергаться зеленые или красные или желтые градусники, в зависимости от того, насколько громкий звук. Но в общем и целом это просмотровое окно. Оно может находиться в разных фазах, в разных состояниях, которые приключаются вот этими кнопочками. Но в общем и целом это просто окно, в которое мы смотрим, чтобы как зритель оценить, что же мы тут такое намонтировали. И окно таймлиний. Обратите внимание, что я специально говорю во множественном числе. Окно таймлиний, вот оно верхнее, и окно нижнее. Здесь таймлиний две. Почему две? Почему две таймлинии? Все очень просто. Верхняя таймлиния, сейчас мы когда импортируем материалы, будет более наглядно это видно. Верхняя таймлиния — это такое стратегическое планирование. В верхней таймлинии мы видим весь монтаж. Вот что бы мы ни кинули на таймлинию, сколько бы мы видосиков туда не побросали, мы все это будем видеть целиком на верхней таймлинии. От верхней таймлинии не укрыться. Она показывает все, что есть у нас в монтаже. То, что использовано в монтаже. Не то, что мы потенциально можем использовать, а то, что мы реально использовали в смонтированной программе. Нижняя таймлиния — это укрупненный вид на какую-то часть, которую показывает верхняя таймлиния. То есть нижний вариант, нижнее окно — это просто увеличенное, более детальное окно, показывающее какую-то часть верхней таймлинии. Ну, давайте уже закрепим это практикой, импортнув какой-либо материал. У меня припусен рейль в кустах в виде вот таких вот клипчиков. И я сейчас брошу какой-то из этих клипов. Я брошу все клипы, но смотрите, что произойдет. Довинча, возможно, меня о чем-то спросит. Да. Она могла бы не спросить, почему я говорю, что возможно спросит, ты почему могла бы не спросить? Во-первых, что она спрашивает? Довинча спрашивает. Проект настроен с одной частотой кадров. Не хотите ли поменять эту частоту кадров? Возникает резонный вопрос. С хера ли я должен менять частоту кадров? А что такого произошло? А оказывается, один из этих клипов, какой-то, я не знаю какой, но какой-то из этих клипов, имеет частоту кадров, отличающуюся от частоты кадров проекта. Поэтому сейчас я с ней с Довинчей соглашусь, а точнее нет, не соглашусь, нажму Don't Change, просто потому, что возможно какие-то кадры я хотел бы использовать для последующего замедления. А для этого мне нужно знать, у какого клипа какая частота кадров. Тут можно резонно задать вопрос. Дима, что такое вообще частота кадров? Это сколько кадров или стоп кадриков пролетает в одну секунду времени, за одну секунду. Может пролетать 25 кадров в секунду, если мы снимаем какой-нибудь обычный видосик. Если мы имеем видосик айфоном, то это 30 кадров в секунду. Если вы идете в кино и смотрите в кинотеатре фильм, то это 24 кадров в секунду. Если вы смотрите какой-нибудь спортивный канал, то, скорее всего, он может отвечать на 50 кадров в секунду. Некоторые видео, которые вы смотрите в интернете с какими-то либо спортивными мероприятиями, либо какие-нибудь прохождения для игрушек, они обычно, скорее всего, будут записаны либо на 50, либо на 60 кадров в секунду. Поэтому количество кадров в секунду может отличаться в зависимости от того, с какой частоты кадров это видео снималось под разные задачи, под разные применения. Так вот, мне хотелось бы, чтобы... Я хотел бы узнать, у какого клипа какая частота кадров. Зачем же нам эта мега полезная информация была нужна про частоты кадров? Почему я ответил нет, не менять частоту кадров? Потому что по умолчанию, если зайти в настройки проекта, Project Settings, DaVinci настроена на частоту кадров 24 или 25 кадров в секунду. В моем случае это 25 кадров в секунду. Скорее всего, в вашем случае это тоже 25 кадров в секунду. Точнее, по умолчанию DaVinci была настроена на 24, но из этих клипов, они, скорее всего, состоят из мешанины клипов на 25 и на 50 кадров в секунду. Так вот, DaVinci настроилась по минимальному клипу на 25 кадров в секунду. Поэтому это нас устраивает. Мы могли бы переключиться на 50 кадров в секунду, но в этом случае мы потеряли бы возможность использовать какие-то клипы для замедления, чтобы, знаете, люди там шли медленно, девушка стоит с развивающимися волосами. Поэтому частота кадров в проекту будет 25, а какие-то клипы у нас будут на 50 кадров в секунду. Окей. Едем дальше. Прежде чем я пойду и буду что-то монтировать, я хотел бы остановиться на одной вещи, а как передать вот то, что вы смонтировали. Пока мы, правда, еще ничего не смонтировали, но мы же смонтируем. И в конце вам нужно будет сделать домашнее задание. И в качестве ответа на домашнее задание вам нужно будет прислать проект, который вы смонтировали уже самостоятельно. Так вот, как этот проект прислать? Как этот проект выцепить из недора DaVinci? То, о чем я уже 10 минут назад говорил. Все очень просто. Заходите в окно Project Manager. И первым делом я всегда рекомендую убедиться, что у вас проект закрыт. Закрываете проект. Команды Close. Когда уже все смонтировали, все закончили, готовы отдать его мне, этот проект. Дальше правая клавиша на иконке проекта. Команда Export. Обратите внимание, что здесь аж раз, два, три. Три команды Export. Вас интересует самое короткое. Просто Export Project. Не With Steals and Lads, не Project Archive. Особенно часто почему-то студенты присылают Project Archive. Не нужен вам Project Archive, вам нужен Export Project. Самая короткая команда здесь. DaVinci спрашивает, куда положить? Вот такие, на рабочий стол, например. Команда Save. И на рабочем столе. Вот у вас появился файл с расширением DRP. DaVinci Resolve Project. Этот файл вы зазипуете. Командой Compress на Mac, на Windows Machine. Там тоже как-нибудь можно зиповать файл и архивировать. Получили зип-архив. Отправили его мне в качестве домашнего задания. Но не этот файл, который мы сейчас ничего не смонтировали. А тот, который вы потом получите в конце занятия. Когда вы сами все смонтируете. И вот ваш монтаж нужно будет прислать мне. Поэтому сейчас я это все удалю. И, кстати, обратите внимание. Когда я экспортирую проект из DaVinci, я экспортирую его копию. То есть вот эта копия, это не сам проект. Я могу этот проект безболезненно удалить. А с этим проектом здесь ничего не случилось. Потому что он был экспортирован из недр DaVinci куда-то вот на рабочий стол. Поэтому не имеет смысла хранить эту копию, которую вы экспортировали. Экспортировали, отправили куда нужно. В частности, мне, например, в качестве ответа на домашнее задание. И все. Так, обратно вернусь. Открою этот проект. Давайте уже что-нибудь смонтируем из этой красоты. Да, обратите внимание, DaVinci на некоторых машинах... Вот у меня сейчас не очень сильный маг. DaVinci может его вот так вот подтормаживать. Когда вы открываете проект заново, он не сразу подгружает иконки, придюшки. Это нормальное явление. Это в этом ничего страшного нет. Дальше. Давайте уже что-нибудь посмотрим, из чего монтировать. Тут вот, например, есть какой-то интересный дед-бородет. Да, как вы обратили внимание, если вы будете водить мышкой по клипам, не щелкать на них, а просто поднести мышку и мотылять ее туда-сюда, то видно, что клип проигрывается. То есть, вот эти маленькие иконочки показывают вам, в чем, собственно, там суть дела. Какое изображение там есть. Но иконочки маловатые. Хотелось бы, во-первых, побольше посмотреть. А во-вторых, может быть, есть какой-то еще режим для удобства отсмотра, для удобства знакомства с материалом. Конечно же, такие режимы есть. Первый вариант, если вы хотите что-то отсмотреть, самый простой вариант, просто кликнуть в нужную иконку. Она открывается справа в просмотровом окне. И здесь вы можете проматывать либо мышкой, либо клавишей пробел. Обратите внимание, справа дергаются градусники, о которых я говорил. Это уровень звука. Если у клипа вообще есть звук. Некоторые клипы могут быть без звука. Например, тут у нас у всех клипов, кажется, есть звук. А, нет, тут у этого. А, нет, тоже есть звук. А, нет, здесь нет звука. Да, вот это так называемый slow motion или rapid. Девушка медленно бежит. Этот, как раз тот сам клип, снятый со большей частоты кадров. Поэтому звука у него нет. Хотя, обратите внимание, иконка со звуком может быть, но самого звука как такового нет. Это означает, что в этом файле есть звуковые каналы, но они пустые. Ну, грубо говоря, как вы купили новые кроссовки. Достали кроссовки из коробки. Коробка у вас есть, но она пустая. Да, но контейнер же есть. Вот то же самое здесь. Звуковые каналы есть, но в них ничего не записано. Да, просто звук не записывался в момент съемок. Так вот. Значит, это первый способ отсмотра материала, когда вы просто выделяете какой-либо... Или двойным щелчком, или если вы уже находитесь вот в этой левой иконке. Помните, я показывал четыре иконки. Вот эта левая иконка. Это просто просмотровый режим для каждого клипа, который вы выделяете в списке клипов. Это один способ. Второй способ. Вы можете переключиться в режим Source Tape, и вроде как ничего нового не выросло, но обратите внимание на вот эту вот полосу прокрутки. Раньше вот эта полоска под видео, под большим монитором, соответствовала одному какому-то выделенному видосику. Либо этому, либо этому. Сейчас здесь, в этом случае, собраны все видосики. Да, вот когда вы активировали режим Source Tape, то есть вторая кнопка слева, теперь вы видите все видосики, которые вы когда-либо импортировали, которые вот здесь лежат у вас в окне слева. В чем удобство этого режима? Да в том, что вы можете, например, отмотать вот эту вертикальную черту, которая называется Playhead, как в магитофоне. Помните, были видеомагитофоны, и у них была головка воспроизведения? Playhead. Вот это она и есть. Это та часть, куда вы... Или как в аудиомагитофонах, помните, там же была воспроизведящая аудиоголовка. Вот это та самая как раз головка воспроизведения, которая показывает, на каком клипе вы находитесь. Так вот, в чем удобство? Вы можете выделить его, нажать и отсматривать каждый клип. А ручки-то вот они. Вам еще не нужно больше нажимать, потому что DaVinci за вас будет проходить по каждому клипу. Открывать... Закончится этот клип вот с травкой. Пойдет следующий кадр. Что-то у нас какая-то кирпичная стена, или что-то в следующем клипе сейчас будет. Сейчас, DaVinci отойдет. На следующий ухо. Сейчас, сейчас, сейчас. О! А, это какие-то магнитики были. То есть, вам не нужно даже выбирать следующий клип. DaVinci сразу проигрывает все клипы для вас. Что, если вас заинтересовал какой-то клип в серединке? Не проблема. Вы можете кликнуть туда, и DaVinci продолжит воспроизведение. С того места, куда вы кликнули. Тоже здесь, опять, тоже slow motion. Сейчас он будет долго танцевать. Или, допустим, здесь вас что-то интересует. То есть, удобство этого режима... Только не забывайте, каждый раз пробел нажимать, чтобы продолжить воспроизведение. Удобство этого режима в том, что, выделив какой-то клип, который вас интересует, вы можете спокойно сидеть и уже не трогать ни клавиатуру, ни мышку. DaVinci будет показывать вам все клипы, начиная с этого и далее. Причем, если клип слишком длинный, DaVinci будет его ускорять при воспроизведении. Если клип короткого размера, DaVinci будет нормально играть его с какой-то скоростью. То есть, DaVinci сама будет менять скорость воспроизведения в зависимости от того, какая длина у выбранного вами фрагмента. Далее. Это второй режим воспроизведения. Третья кнопка слева, это, собственно, показ таймлинии, на которой у нас пока еще ничего нет. Значит, это самое время что-то положить на эту самую таймлинию. Ну, давайте начнем. Мне кажется, какой-то здесь прикольный дед бородет. И я возьму этот клип целиком и потащу вниз. На какую из таймлиний тащить? Не важно. Можно на верхнюю, можно на нижнюю. В сути дела это не меняет. Уронил клип на таймлинию. DaVinci может чуть-чуть призадуматься. Все. И вот у вас уже первый клип в вашем монтаже. Так вот. Положил клип на таймлинию. Дальше что с ним делать? Хочу обратить ваше внимание на то, как можно проматывать эту таймлинию и верхнюю, и нижнюю. Зачем вам может понадобиться проматывать таймлинию? Ну, во-первых, чтобы посмотреть, какой длины клип. Быстро в таком режиме. То есть не пробелом отсматривать клип, а быстренько мотнуться в начало и в конец. И вот сейчас видно, что этот клип слишком длинный. Да, кстати, обратите внимание на маленькую, но поначалу очень раздражающую особенность. Верхняя таймлиния проматывается путем перетаскивания плейхеда по ней. Вы хватаетесь за плейхед или кликаете в какое-то место, куда этот плейхед должен припрыгнуть. Он туда припрыгивает. И дальше, не отпуская клавиши в мы, вы перетаскиваете плейхед левее или правее. Это поведение верхней таймлинии. А вот нижнюю таймлинию плейхед все время будет находиться в центре. Его можно отключить, но по умолчанию, если вы его не отключали, то вы все время будете наблюдать плейхед в центре. И вы не плейхед перемещаете на нижней таймлинии, а вы как бы проматываете саму таймлинию под плейхедом. Плейхед стоит всегда на месте в центре. Поэтому поначалу кажется сбивающим то, что верхняя таймлиния это прокрутка плейхеда, нижняя таймлиния, это промотка самой таймлинии. То есть нужно хвататься за нижнюю таймлинию, не за плейхед, хотя за него можно схватиться, но все равно хватаете за таймлинию получается. Вы проматываете за шкалу таймлинии, вот за эти рисочки. Если вы схватитесь ниже, то ничего не происходит. С ней рисуется какая-то рамка непонятная. Мы со временем познакомимся, что это за рамка. Но таймлиния не проматывается. Почему не проматывается? Потому что схватился слишком низко. Нужно схвататься за вот эти риски. Тогда таймлиния будет проматываться. Далее Вот я положил этот клип с этим дедом бородетом Но Мне кажется, что этот клип слишком длинный Более того, там Если нажать play, посмотреть Там дед делает Такое прикольное движение Он бороду чешет Но это будет где-то вот Вот оно А все, что было слева, это все лишнее Нет ли возможности Как-то подрезать и удалить Все, что мне не нужно Конечно же есть Дальше смотрите, как вам удобнее Горячей клавишей или кнопками в интерфейсе И какими Мне кажется, что горячей клавишей удобно Так вот, горячей клавишей Command-B разрезает клип В том месте, где стоит playhead Это один вариант, горячими клавишами Мне он нравится больше Второй вариант Вы можете кликнуть в иконку с ножницами Это ровно то же самое, вот здесь у нас слева И она разрезает клип там же, где стоит playhead Еще один вариант Я каждый раз нажимаю Command-Z Чтобы отменять команду разрезки Чтобы показать еще одну команду разрезки Так вот, третий вариант Кликнуть правой клавишей в сам playhead Вот прямо вот в эту полоску И здесь есть команда с ножницами Те же самые ножнички Какой вариант вам больше нравится Вам решать самим Попробуйте все варианты Мне гораздо удобнее делать все горячими клавишами Так вот, разрезал клип Левую часть клипа могу выделить И клавиши Backspace Backspace Длинный delete Удалить Далее начинаю отсматривать пробелом Где-то вот погладил бородей И камера куда-то ушла Куда-то уехала в Саратов До того, как камера уехала в Саратов Я дожидаюсь момента, где дед Вот только-только проводит Заканчивает проводить рукой по бороде Снова рубаном В этом месте И удалил уже правую половинку Но То, что я сейчас сделал Это на самом деле Такой варварский способ монтажа Потому что я сначала Навожу бардак А потом навожу порядок в этом бардаке А нельзя ли сразу Не наводить бардак Нельзя ли сразу держать тайм-линию в порядке А именно Нельзя ли сразу Иметь Какой-то способ Выделить в исходных клипах Только ту часть Которую я хочу использовать в монтаже Вот эту часть И бросить на тайм-линию Оказывается, есть Давайте проделаем это Например С Даже не знаю с чем Вот девушка едет Здесь на катере Да, обратите внимание Что до винчи вот так Может чуть-чуть подтупливать Как она, например, делает это на моей машине Если вы счастливый Опладатель последнего Мака на процессоре М2 или М3 Или даже М1 У вас такого происходить не будет Я показываю это все на старом Маке Поэтому у меня Небольшие тормоза будут Но это не проблема И вот, допустим, девушка Что-то тут едет Показывает пальцем Допустим, мне хочется момент Взять в монтаж Когда она только-только Начинает показывать пальцем Как это сделать? Как указать до винчи Что я хочу вот отсюда Вот досюда Выделить этот кусочек Отсюда досюда Очень просто Либо Взять вот этот вот Брусочек В левом нижнем углу Этой полоски И перетащить его Под плейхед Сюда Потом перейти В новое место Девушка убрала руку Все, надеюсь Я могу тоже Перетаскивать этот брусочек Но Это хоть и простой способ Он вроде как Визуальный Или, как говорят Интуитивный Хотелось бы что-то Более быстрого Поэтому вместо того Чтобы перетаскивать Эти брусочки Слева и снизу Есть горячие клавиши В меню Mark Команда MarkIn MarkOut Поставить входную метку MarkIn Клавиша I Поставить выходную метку MarkOut Клавиша O Да, это не 1 и 0 Это I и O На клавиатуре Очень удобно Отположены Так вот Надеюсь Вы будете Ими пользоваться Вещь очень полезная А дальше Вот этот вот Выделенный фрагмент Хватаете за картинку Тащите Бросаете на домини Все Вот он уже Кусочек Приклеился В вашем монтаже Уже девушка Куда-то показывает рукой Дальше Надо еще что-нибудь Кинуть Какой-нибудь Фрагмент Вот Прикольные деды Играют На громошках О, какая-то жопа в кадре Ну вот Давайте Вот этих играющих дедов Клавиша I Входная метка Клавиша O Выходная метка Замечательно Но Прежде чем я это брошу На тайминю Хотелось бы узнать Вот я сейчас отметил Фрагмент Метками In, Out I, O А какая длина этого фрагмента Вот это вот Сколько От in до out Ответ Это 3 секунды С копейками Справа Над монитором Надпись 000000309 Это часы Минуты Секунды Кадры То есть 3 секунды 9 кадров 9 кадров Это примерно Ну если у нас 25 кадров Секунду Ну примерно Чуть больше Третьей Между третьей И половиной Секунды Нет Полсекунды Я загну Конечно Полсекунды Было бы 12 кадров Третьей Секунды Это 8 кадров Ну да Между третьей И половиной Секунды Так вот Давайте тоже Дедов Кинем Нет Аминии Но На всякий случай Если вдруг вы Предпочитаете Все делать Горячим клавишем Есть еще одна Классная Горячая клавиша На Windows Пользователе У вас с ней Проблем не будет Это клавиша F9 А вот на Mac У Mac Пользователей Могут быть проблемы Потому что На клавише F9 Может висеть Какая-то другая Маковская функция Вот например На этой клавиатуре У меня здесь На клавише F9 Висит Кнопки Перемотки Медиаплеера Это старая клавиатура Здесь В новых клавиатурах Там может быть Либо кнопки управления Громкостью Чем-то еще Экспозай Какие-то другие функции Поэтому А Mac Пользователе У вас могут быть С этим проблемы Возникнуть И вам Возможно Нужно будет Зайти в настройки И поменять Эти функциональные Эти клавиши Так что Они работали Как функциональные клавиши Но Другое дело Тогда Вам будет Не очень удобно Менять громкость Если Допустим У вас на клавише F9 Висит громкость Поэтому На Mac К сожалению Не все так просто Поэтому я Просто озвучил Что есть горячие клавиши Кстати Их здесь много В меню Edit Вот они все собраны F9 F10 Другие команды Здесь тоже есть Мы пока ограничимся Командой Insert Клавиши F9 Но На Mac Возможно Вам будет удобнее По-прежнему Брать И перетаскивать Хотя Я на своем Mac Настроил Чтобы у меня Именно Как раз Клавиши F9 F10 Работали Как клавиши Вставки Потому что Громкость Меняют Другим способом Так вот Хорошо Уронил еще один клип Давайте еще что-нибудь Положим Какой-нибудь Клипчик Причем Допустим Концепция Поменялась Так вот Море здесь Обратите внимание Что Я специально Монтирую Левой и задней ногой Это В данном случае Не моя задача Моя задача Показать вам Какие-то монтажные функции А вот Ваша задача Будет собрать В домашнем задании Что-то осмысленное Из этого набора кадров Поэтому я сейчас Специально монтирую В режиме Обезьяны с гранатой Просто Даже не знаю Куда я кину следующий кадр Так вот Все что хочу Сейчас продемонстрировать Возможность Вставлять Какой-то новый видосик Между Существующими кадрами Вот я хотел бы Между кадром С девушкой И кадром С этими мужиками Играющими На музыкальных инструментах Приклеить кадр С морем Вот он там Ну я где-то так От балды на глаз Отмеряю Сколько здесь 7 секунд Многовато Давайте половинку От этого возьму О 3 секунды с копейками И вот эти 3 секунды с копейками Я хотел бы приклеить Между этими клипами Как это сделать Опять же Либо просто перетаскиваем Между этими клипами Обратите внимание Что-то видите Подсвечивает Эту склейку В момент соединения Двух клипов Говоря, что Если я сейчас буду Что-то перетаскивать Оно вклеится Между этими клипами Давайте проверю Что я вас не обманываю Да, действительно Не обманываю Надо же Так вот Либо горячая клавиша F9 Которая также вставила Б этот клип Между Этим двумя другими Раздвигая Все клипы Дальше по времени Отталкивая Как сейчас модно говорить Сдвигая вправо Да Это уже Сдвигая вправо Это же прям Про монтажную таймлинию Хорошо Вот я что-то подклеил Какой-то даже Примитивный монтаж Но собирается Давайте приклеить Еще что-нибудь интересное Тут ведь прикольно Девушка бежала От камеры Вот ей сказали Беги, родная Беги, мчись Вот она начала мчаться Входная метка Вот она мчится Мчится, мчится Мчится Выходная метка Ну, на 4 секунды С копейками Она набежала Тоже клавиша F9 Во Вот теперь уже Для чего я все это делал Теперь уже наглядно видно В чем разница Между верхней таймлинией И нижней таймлинией В верхней таймлинией Я вижу все, что смонтировано В нижней таймлинией Я вижу только какую-то часть монтажа Например, я вижу Либо деда Бородеда Но тогда я не вижу музыкантов В конце Либо вижу музыкантов Но тогда я не вижу деда Бородеда Это нормальное явление Потому что, еще раз Нижняя таймлиния Это увеличенная таймлиния Это специально Отмасштабирование таймлиния Чтобы удобнее было Выполнять какие-то монтажные операции Поэтому на нижней таймлинии Я не буду видеть всю таймлинию Для этого есть верхняя таймлиния Хорошо, едем дальше. До сих пор я для того, чтобы промотать материал, отсмотреть его, нажимал клавишу пробел. И это, конечно, хорошо, но чтобы вернуться к началу, мне проходилось, сейчас я это делал мышкой, либо так, либо мышкой перетаскивать playhead во верхней тайм-линии. А что если было бы неплохо перематывать тайм-линию какими-то горячими клавишами? Вот как, например, клавиша пробел. Но пробел мотает только вперед. А клавиши J, K, L, которые, обратите внимание, на клавиатуре находятся подряд. Здесь клавиатура припасена. Ураиль в кустах. Вот клавиши J, K, L. Они рядышком. Так вот, этими клавишами вы можете перематывать тайм-линию как вперед, клавиши L, так и назад, клавиши J. Клавиши K – это стоп. Очень удобно их запомнить, если вы посмотрите на эту схему, которую я предлагаю, и она в конспектах есть. Если вы добавите к клавиши J и к клавиши A маленькие треугольнички, показывающие в какие стороны эти треугольнички, эти клавиши мотают. J мотает налево, L мотает направо, K – это стоп. Ни налево, ни направо. Ни между двумя этими клавишами, значит стоп. Так вот, почему я сейчас про эти клавиши заговорил? Очень часто бывает нужно отсмотреть какой-то один кусочек еще раз, какой-то один кусочек еще раз, какой-то один кусочек еще раз. И удобно это бывает делать клавишами J.K.L. Отмотался назад, посмотрел, отмотался вперед, посмотрел – дико удобная вещь. Поэтому поначалу кажется, что «Ой-ой, что-то куда-то поехало». Не переживайте, нормально. Этот момент «Ой, что-то куда-то поехало» пройдет и со временем вас просто за уши не оттащишь. Настолько эти клавиши J.K.L. удобны. Поэтому буквально потратьте, ну, 10 минут на ознакомление с этими клавишами. Вот когда я закончу разглагольствовать, или меня можно поставить на паузу, потренироваться с этими клавишами, и вы поймете, что это реально очень классные клавиши, и без них просто жизни нет. Хорошо. Еще раз напоминаю, что ваша задача – смонтировать простейшую там линию. Поэтому я специально накидываю клипы в каком угодно порядке. Но даже когда я их накидывал в каком угодно порядке, у меня может возникнуть несколько проблем. Во-первых, я сейчас понимаю, что море у меня слишком длинное. Что-то многовато я этого моря приклеил. Хотелось бы его подрезать. Но, да, конечно, я могу выделить этот клип на тамине и клавишей Backspace его удалить. Клипы схлопнутся, удаленный клип испарился. Он не испарился из исходника, в исходниках он лежит, он испарился из тамине. Но это слишком радикальный, способ. Для того, чтобы отменить это действие, команда меню edit undo или command z. Так вот, я не хочу совсем этот клип удалять. Я хотел бы его сделать короче. Для этого есть несколько способов. Первый способ – мышкой схватиться за край склейки. Обратите внимание, что схватиться можно тремя разными способами. Вот сейчас вот такой курсор – это выделение конца предыдущего клипа, который слева, на который я указываю. Сейчас выделяются оба клипа – и левый, и правый. Вот сейчас вот так. Выделится только начало правого клипа. Соответственно, это то, что мне нужно. Я хватаюсь за начало правого клипа и начинаю его подрезать. И поначалу подрезал. Ну, поскольку это море, оно одинаковое во всех направлениях, то можно сначала подрезать, с конца подрезать. Разницы нет. А в каких-то случаях разница есть, как, например, вот с этим клипом с девушкой. Допустим, я сейчас отрезал его хорошо, но что, если мне хочется, чтобы она вот уже бежала, находилась в процессе убегания? Я могу взять и отрезать ее поначалу. А вот по концу она вроде нормально. Бежит себе, бежит, прыгает в воздухе. Замечательно. Поэтому это первый способ, как можно подрезать клипы. Иногда он бывает все-таки слишком долгим. Хотелось бы еще что-то более быстрое. И для этого есть совершенно замечательные клавиши Shift и левая квадратная скобка. И Shift и правая квадратная скобка. На квадратуре, если у вас русские буквы есть, там находятся буквы Х и твердый знак. Так вот, левая квадратная скобка подрезает клип все, что слева от положения плейхеда и удаляет. Правая квадратная скобка с Shift удаляет все, что от положения плейхеда до ближайшей склейки направо. Чик, подрезал по концу. Поэтому если нужно что-то подрезать, то возможно горячим клавишам это даже делать быстрее. Удлинить, конечно, горячим клавишами по-простому не получится, но можно всегда вытянуть, если вы отрезали лишнее. Вытянуть этот клип и потом подрезать еще раз уже более точно. Если случайно что-то лишнее рубанули. На самом деле это еще не все способы подрезки, но для первого занятия нам будет этого достаточно. То есть мы можем подрезать или удлинять мышкой, мы можем подрезать горячими клавишами. Что еще мы можем делать с клипами? Мы можем менять их местами. Потому что, допустим, по моей гениальной задумке, сначала мы должны показать море, а потом девушку, которая куда-то указывает пальцем. Как это сделать? Не поверите? Очень просто взять один клип, перетащить его левее. Бум! Да Винчи понимает. Ой, страшная вещь произошла. Да Винчи вдруг затерла один клип другим. Да Винчи, я хотел бы сказать, что она понимает, что вы хотите сделать, но на самом деле она ожидает два действия. Для этого вам нужно своими движениями подсказать Да Винчи, а что же вы хотите. Потому что по умолчанию, когда вы тащите один клип на другой, Да Винчи считает, что вы хотите затереть одним клипом другой. Она, собственно, для вас это сделает. И она затирает один клип безвозвратно. В смысле целиком, вне зависимости от его длины. Что имеется в виду? Я сейчас хочу показать, что допустим, я тащу вот этот клип, я подрежу. Он у меня коротенький. Я тащу его на левый клип. Коротенький клип затер с собой более длинный клип целиком. Поэтому длина на случай не имеет значения. Как же объяснить Да Винчи, что я хочу поменять эти клипы местами? Для этого я должен, схватившись за этот клип, потащить его в начало клипа и прикинуть его на склейку. Бум. То есть вот приставить его к склейке. Вот к этой границе между клипами. Еще раз. Раз. На склейку бросать. Все. Вот они поменялись местами. Command-Z. Еще раз. Я специально даже хочу сделать понаглядней, подрезать этот клип еще короче, чтобы было видно, что он просто меняется местами с этим клипом. Он ничего не затирает. Раз. Раз. Поменялись местами. Если же вы потащили этот клип к началу клипа и подождали. Бум. Вот теперь он затер начало клипа с девушкой. Смотрите, она рукой раньше указывала от начала клипа, А теперь она постоянно держит эту руку, не поднимая ее. А ведь раньше она поднимала руку. Раньше она ведь здесь. Видите, она была в процессе поднятия руки. Она ее вытягивала. Поэтому вот вам три способа, как вы можете менять клип местами. Просто местами. Если вы потащите клип к склейке. Если вы потащите клип к склейке и подождете, когда Винчи положит этот клип поверх этого клипа, отрезая его начало или конец, смотря куда вы потащите. И третий способ, когда вы потащите один клип на другой, прямо на серединку, тогда Винчи заменит один клип, тот который в этом месте был, тем клипом, который вытащите. Вот три варианта. Так вот, это что касалось замены клипов местами, замены клипа одного на другой. Есть еще один интересный момент. Вот давайте я сделаю так. Давайте я у этой девушки сделаю начало подлиннее. То есть девушка здесь руку поднимает только. То есть она вот держит ее на борту этой лодки и поднимает и показывает куда-то пальцем. И потом обратно ставит на лодку. Что если мне хотелось бы, чтобы начало было такое. Девушка уже должна показывать пальцем куда-то, а потом ставить руку на край лодки. То есть мне хотелось бы сдвинуть содержимое этого клипа внутри этого клипа чуть раньше или чуть позже. Эта команда называется Sleep. И она выполняется вот этой кнопкой, которая сидит на каждом клипе. Есть такая вот стрелочка туда-сюда в квадратных скобках. Если вы схватитесь за эту кнопку, она не выглядит как кнопка, скорее за иконку даже. Но это иконка, которая позволяет вам прокручивать клип внутри самого себя. Если вы чуть-чуть подождете, DaVinci успеет отдуплиться. На более быстрых машинах она отдупляется сразу. И DaVinci покажет вам четыре вот таких мониторчика. Что в них изображается? В верхнем ряду, верхние два мониторчика, левый и правый, это новое начало и новый конец клипа. В нижнем ряду, там где Дед Бородет и море, это конец предыдущего клипа и начало следующего. То есть чтобы было видно, к чему вы подклеиваетесь. И я, ориентируясь по этим мониторчикам, дождусь того, чтобы во первом мониторчике девушка была уже с поднятой рукой. Когда я начинал, перемещаясь за эту кнопку, девушка держала руку на краю лодки. Сейчас она уже ее подняла. Давайте для примера покажу. Было. Command Z. Девушка держала руку на краю лодки. И поднимала ее в процессе работы. После моих операций девушка уже держит руку поднятую над краем лодки. Я не до конца домотал, нужно еще эти домотать, чтобы она прям совсем ее разогнула. Так, вот. И потом упускает, то есть уже держит руку поднятую и дальше уже потом упускает на лодку. Эта операция называется Sleep. И довольно удобно ее пользоваться для самых разных целей. Когда вы не попали в процессе монтажа или думали, что попали, но потом оказалось, что, отсматривая материал, что, наверное, вот чуть-чуть бы это действие закончить или начать пораньше. Sleep ваш друг просто на все случаи жизни. Он пишется по-другому не так, как спать. Не sleep, а sleep, как скользить. Поэтому здесь вы как бы скользите куском видео внутри отведенного ему места или фрагмента на тайм-линии. Далее. Значит, вот такими вот изящными телодвижениями вам нужно будет собрать простейший монтаж и прислать его мне. Как прислать, я уже показывал. Но, прежде чем я с вами распрощаюсь, еще одна чисто организационная вещь. Хотелось бы навести порядок в окне проекта. Потому что, если наблюдательный зритель заметил, что в этом окне появилась еще одна какая-то странная иконка с надписью timeline1 и галочкой. Очень похожая на галочкой, которая есть на иконке проекта. Вот здесь вот такая же галочка. Так вот, эта галочка говорит о том, что это перед вами открытая в данный момент тайм-линия, ту, которую вы монтируете. А что такое тайм-линия? Это, собственно, и есть ваш монтаж. Это вот все кусочки видео, выложенные в такую колбасу, которую вы потом сможете экспортировать как видеофайл, загрузить на YouTube. Пока этого делать не нужно. Но, к чему я подвожу. Хотелось бы, чтобы была некая упорядочность в работе. Хотелось бы, чтобы мухи отдельно были, а котлеты отдельно. Так вот, хотелось бы тайм-линии хранить отдельно от ваших исходных файлов, исходных клипов. И, в зависимости от того, какая настройка у вас в DaVinci включена, вам, может быть, потребуется это делать разными способами. Сначала проверим, какая настройка у вас включена и включена вообще. Для этого, в настройках проекта, File, Project Settings, на закладке General, вам нужно посмотреть, включена у вас галка Use Timelines Beam или нет. Сейчас объясню, что эта галка делает. Так вот, если у вас галка включена, или, неважно, если она у вас выключена, уже ее, если она была включена, ее уже не отключить. Если она была выключена, ее уже не включить. По-простому. Так вот, что это за галка такая? За что она отвечает? Она отвечает за то, что DaVinci будет автоматически для вас создавать некую папку. В DaVinci папки и BIN это одно и то же. BIN это то же самое, что папка, то же самое, что фолдер. Просто такое историческое название. BIN, как вот коробка с кинопленкой. Так вот, что такое Timelines BIN? Сейчас здесь нажму кнопку Cancel. Если вы посмотрите в левом верхнем углу, где такая вот иконочка есть, там есть у вас две строчки. Timelines и Master. Master это ваша папка с исходниками. Timelines это та папка, где должны были бы лежать таймлинии. DaVinci должна бы их туда была убирать. К сожалению, на протяжении уже нескольких версий в DaVinci есть определенный глюк, из-за которого все создаваемые вами таймлинии автоматически не попадают в эту папку с таймлиниями. Они должны туда попадать. Если вы монтируете на закладке Edit, то они попадают туда. А вот на закладке Cut, к сожалению, такой вот глюк неприятный. Поэтому, если у вас эта галка включена, то вам просто нужно взять эту таймлинию и переместить ее в Timelines BIN. Другое дело, как это сделать? Очень просто. Вы эту таймлинию выделяете. Команда Cut или Command X. Она у вас вырезалась. Переходите в Timelines BIN. И команда Paste. Все. Еще раз. Возможно, в какой-нибудь будущей версии это будет пофиксено. Да. И не забудьте ее открыть. Вот она открыта. Появилась галочка. Потому что когда таймлиния не открыта, галочки у нее нет. Сейчас. Она открылась. У нее галочка появилась. Так вот. Вот это идеальная конфигурация. Вот так желательно, чтобы это все было. Да. У вас отдельные исходники, отдельные таймлинии. И иконка таймлинии не мешается, не путается у вас под ногами. Это возможно только если у вас включена была галка. Ой, промахнулся. Галка в настройках проекта. Project Settings. General Options. Галка Use Timelines Bin. Как быть, если она у вас была выключена, а вы хотели бы, чтобы она была включена? Очень просто. Вам нужно временно вырезать эту иконку. Эту таймлинию. То есть Edit Cut. Но никуда ее пока не вставлять. Поскольку в проекте у вас сейчас нет ни одной таймлинии. Формально. Вы же ее вырезали. То теперь в настройках проекта эта галка будет доступна. И теперь вы можете ее включить или выключить. Я рекомендую ее включить, если она у вас была выключена. И теперь вы сможете эту галку включить. Команда Save. И обратно уже вставить эту таймлинию командой Paste. Все. Ну и не забудьте опять же открыть. Вот такая простая организационная вещь. Опять же. Это не обязательно делать. Если вдруг по каким-то причинам вам все равно. Вам фиолетово. Где лежат ваши таймлинии. Ну и Господь. Бог с вами судья. Господь с вами. Но. Я бы рекомендовал уже сразу привыкать к правильной организации проекта. Более того. Если вдруг потом вас заинтересует закладка Edit. И вы придете изучать эту закладку на курс в школе Profile. Вот тогда я вас буду очень сильно дрючить за то, что таймлинии лежат не в том месте. Пока что на первом, втором уроке я особенно на это внимание обращать не буду. Да. Меня будет интересовать ваш монтаж. Как вы смонтировали 2-3 клипа вместе. Но. Со временем. Это может стать. Если вы не будете на это обращать внимание. Это может стать плохой привычкой. Что у вас мусор в проекте. Поэтому лучше сразу привыкать. Что у вас есть галка Timelines Bean. Есть папка с таймлиниями. И вы автоматически выбираете все ваши монтажи в эту папку. Чтобы они не мотались у вас под ногами. Не смешивались со сходниками. Вот. Вот такая простейшая организационная вещь. Это все, что я хотел сообщить на сегодня. Это достаточно простая вводная тема. Дальше мы будем уже потихонечку накручивать. Все будет сложнее и сложнее и сложнее. Ну не сильно сложно. Не пугайтесь. Вот. Но для данного вводного видео этого вполне достаточно. И соответственно я с вами прощаюсь. Спасибо, что пришли. Надеюсь не сильно вас сегодня загрузил. Как обычно. Присылайте домашки в форму отправки домашнего задания. Не забудьте зазиповать проект. Я про это уже говорил. И увидимся онлайн. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok